МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эффективность вакцины против коронавируса спутник ВИС составила 92%. Такие данные приводит Российский фонд прямых инвестиций. Были учтены результаты обследования более 16 тысяч добровольцев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общая задолженность россиян по банковским кредитам увеличилась с начала года почти на 10% и достигла 19 трлн. рублей. В среднем российская семья отдает на погашение кредитов третью часть годового дохода. В России продажи абонементов в фитнес-клубы за октябрь упали почти на 40%. Об этом сообщает национальное фитнес-сообщество. Основная причина снижения доходов населения. В Нагорном Карабахе будут выставлены 16 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения. На российских миротворцев возложены задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня. Французские учителя объявили общенациональную забастовку. Они выступили против неэффективных мер безопасности в борьбе с ковид-19. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Госдума приняла в среду в первом чтении президентский законопроект о статусе Государственного Совета. Как заявили представители парламентской фракции КПРФ, документ противоречит по меньшей мере двум статьям Конституции страны. Десятая статья – это о разделении властей, где четко прописаны исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть. Одиннадцатая статья, она как раз характеризует государственные полномочия, кто их может иметь и в какой степени. Реально, как бы, в соответствии с одиннадцатой статьей Конституции, Государственный Совет не может быть наделен никакими полномочиями в силу, как бы, расплывчатости формулировок. Коммунисты подчеркивают, из текста документа следует, что Госсовет станет аппендиксом администрации президента. А сам законопроект является продолжением кампании по внесению изменений в Конституцию и по усилению президентского самовластия. Здесь необходимо сказать о том, что если мы, как бы, завершаем строительство монархии, то, я так понимаю, что Госсовет навеян событиями 612 года, когда было собрано собрание тогдашней элиты России, для того, чтобы определиться со статусом этого органа, который, в принципе, избрал нового царя и так далее. Законопроект посвящен организации Госсовета и его деятельности. В него будут входить губернаторы, премьер-министр, руководитель администрации президента, а также лица, предложенные главой государства. Возглавлять Госсовет будет президент. По мнению юридического сообщества, это перегруз президента еще одной должности. Потому что, ну, в принципе, по сегодняшним полномочиям президент вправе собирать всех где угодно, по какому угодно вопросу и принимать любые решения. Напомним, Госсовет в России существует уже 20 лет. Как отмечается, президентский законопроект позиционирует его как конституционный орган, который содействует взаимоотношениям всех ветвей и видов публичной власти. Ситуация с системой здравоохранения Иркутской области из-за пандемии коронавируса остается напряженной. Не хватает медицинского персонала, лекарств и резервного коечного фонда. На этом проблемы не заканчиваются. Очень сложно, практически нереально вызвать скорую помощь. По трое, по четверо суток люди ждут, что государственную, что коммерческую скорую помощь. И никто не может им помочь. Ситуацию со здравоохранением в Иркутской области можно назвать медицинским термином. Система парализована. Около четверти врачей региона сами находятся на карантине. Заболевших становится все больше. Но местные чиновники не считают сложившуюся ситуацию коллапсом. У них достаточно хорошие доклады, достаточно хорошая бравада. И если бы не граждане, которые фактически им мешают, то все было бы замечательно. Коммунисты отмечают, что неверные управленческие решения местной власти только усугубляют ситуацию. То, что происходит, это полный раскордаш. Сегодня полный разлад, потому что чиновники, которые никогда не управляли областью, области не знают, принимают решения, которые отражаются как на медицине, потому что медицина очень тонкая отрасль и надо умело управлять. Так отражается и на всей области. Сейчас в Иркутской области около 30 тысяч заболевших. За последние сутки уже подтверждено 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.